Партнер программы сеть детских клубов «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Всем привет! Ребята, у нас с вами сегодня финал, уже финал. Мы с вами буквально через несколько минут узнаем, кто станет победителем в нашей стране безопасности на этой неделе. Кто-то из вас станет же победителем. Ну что ж, пока лидирует Дима, но радоваться и огорчаться еще слишком рано, потому что сегодня финал и очень возможность большая заработать много фишек. Сегодня финал, поэтому сегодня может кто-то вырваться вперед, кто-то наоборот. Например, тот, кто выиграл вот эти все наши предыдущие игры. А может оказаться на втором месте, да? Может сейчас оказаться на втором месте, а тот, кто, ну, например, был... Был на втором месте, окажется на первом. Правильно, Яна, все правильно, конечно. Сейчас может все кардинальным образом измениться. Тема нашего разговора, как и в предыдущие дни, это правила дорожного движения для детей. Я буду вам, ребята, читать загадки. Вы будете отгадывать их, отгадки искать на своих стендах, приносить на скорость мне. Но сегодня, ребята, слушайте внимательно, за каждый правильный ответ вы заработаете три фишки. Плюс одна тому, кто справится быстрее. Итак, первую загадку я уже начинаю читать. Под ногами у Сережки полосатая дорожка. Смело он по ней идет, а за ним и весь народ... Так, не дождались команды, ну ладно. Молодцы, ребята, одновременно. Что это у нас? Шеховный переход. Еще как называется? Зебра. Молодцы, молодцы. Слушайте, так быстро дать вам за скорость в каждом фишке? Да. Ну ладно, сегодня финал. Я щедрая, держите, по четыре целых фишки. О, три. По четыре, да. Так, ну, как раз накопишь. Оп, пошло. Так, слушаем вторую загадку. Это загадка, это вид транспорта. Слушайте внимательно. Их видно повсюду. Их видно из окон. По улице движутся быстрым потоком. Они перевозят различные грузы. Кирпичи, железо, зерно и арбузы. Марш! Молодцы, снова одновременно. Ребят, что это у нас? Это у нас грузовик. Грузовик, верно. Слушайте, тоже такая бешеная скорость. Не могу не дать за скорость. По четыре фишки. Дим, твои и Яночка, твои. Четыре, твои четыре. Держи. Третья загадка. Последняя в первом конкурсе. Милицейских нет фуражек, а в глазах стеклянный свет. Но любой машине скажет, можно ехать или нет. Марш! Молодцы, 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 молодцы. Ну, чуть-чуть, на одну секундочку, Дима был быстрее, да, Ян, по-моему, чуточку быстрее. Хотя, Дима, у тебя чуть-чуть ближе стенд. Нет, все-таки я вам дам каждому по четыре. Каждому по четыре, ребят. Четыре. Вот, Ян, твои и твои, Дим, четыре. Держи, молодцы. 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 Слушайте, отличная скорость. Мне очень нравится ваш стенд. Пока у каждого. Ребят, вы уже, наверное, догадались, что последняя загадка, отгадка, светофор – тема нашего сегодняшнего разговора. Сегодня мы будем говорить о том, какие бывают пешеходные переходы. Подробнее об этом нам расскажет наша хорошая знакомая из госавтоинспекции. Ее зовут... Петя Оля. Петя Оля, конечно. Она уже вышла с нами на связь. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Сегодня мы будем говорить о том, какие бывают пешеходные переходы. Итак, пешеходный переход – это то место, где взрослые и ребята-велосипедисты, мамы с колясками и детвора на роликах может безопасно пересечь проезжую часть. В других местах это делать опасно. Пешеходные переходы бывают наземные, когда мы переходим дорогу по проезжей части. И тут возможны два варианта. Один из них по светофору на зеленый сигнал для пешеходов, а второй вариант – по зебре. Еще пешеходные переходы бывают подземные. Когда мы, пешеходы, спускаемся под землю и под проезжей частью через тоннель пересекаем дорогу. И, поднимаясь по ступенькам, оказываемся на другой стороне улицы. И третий вид пешеходных переходов – это надземные. Это такой пешеходный мост над проезжей частью. Сперва мы поднимаемся и идем над дорогой, а потом спускаемся с другой стороны. Эти пешеходные переходы довольно высокие, так, чтобы и автобусы, и грузовые автомобили смогли под ними проехать. И самое главное – пешеходный переход, неважно какой он, жизненно важен и необходим. Только по нему мы можем переходить в проезжую часть. Эти знания пригодятся вам не только в сегодняшней игре, но и в жизни. А на сегодня я прощаюсь с вами. Желаю успеха в игре и безопасности в жизни. Ну что, ребят, давайте подведем промежуточные итоги. Скоро, конечно, мы уже знаем, кто станет победителем, но все-таки, кто вырвался вперед, интересно. Считайте быстро, сколько фишек у вас. Раз, два, три, шесть, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один за двенадцать. Так, у Димы двенадцать, а у тебя, Ян? Одинаковый. Ох, одинаковый счет. Отлично. Ну что, ребят, у меня для вас есть еще четыре контрольные вопроса. Каждый из них соответствует одному соревновательному дню. Ну, ребята, подсказка вам, все ответы на мои вопросы. Дим, вы знаете, вы слышали в один из соревновательных дней. И сейчас мы проверим, насколько внимательно вы слушали нашу знакомую с госинспекцией тетю Олю. Каждый правильный ответ, ребята, будет стоить три фишки. Если вас будет дополнять соперник, то часть фишек отправится в его копилку. Так что старайтесь, вспоминайте все, что знаете, и выкладывайте нам, чтобы заработать фишки. Ну что, готовы? Скажите мне, кто начнет первое отвечать на мои вопросы? Ну, давайте я. Как всегда, Яна. Хорошо. Как всегда, Яна? Хорошо. Хорошо, Яна. Тогда первый вопрос. Он из первого соревновательного дня. И вот он какой. Когда и зачем придумали правила дорожного движения? Чтобы люди могли, можно сказать, чтобы люди могли, ну, переходить. Безопасно переходить дорогу, да? Безопасно переходить дорогу. Так. Потому что может случиться авария. Если бы не было пешеходного перехода, человек бы не мог переходить через дорогу. Конечно. Ян, когда были придуманы правила дорожного движения, говорила об этом нам тетя Оля, вспоминай. Она даже цифру указывала такую большую. Пока Яна. Сколько тысяч лет назад были придуманы правила дорожного движения? Дим, помнишь? Более двух тысяч лет назад. А во времена какого правителя? Ах, не запомнили. Нет, не запомнили такой интересный факт. Ребята, правила дорожного движения были придуманы более двух тысяч лет назад, во времена правления Юлия Цезаря. Юлия Цезаря запросил, чтобы на улицах города появлялись колесницы. Но шло время, жизнь менялась. Жизнь менялась. И вот, и создали современные машины. И так же вместе с машинами создали пешеходный переход. Правила дорожного движения новые, правильно? И правила, и пешеходный переход. Да, и как ты сказала, чтобы движение было безопасным, все участники дорожного движения должны строго придерживаться этих правил. Итак, Ян, молодец, очень много ты вспомнила. Вопрос такой был не из легких, но ты вспомнила, поэтому получаешь три фишки. Молодец. Дим, второй вопрос для тебя. Из каких главных частей состоит улица? Тротуар и проезжая часть. Правильно. Не подсказывай. Так, хорошо, три фишки заработал, молодец. Следующий вопрос, третий, Ян, твой. Слушай, на какие три группы делятся все участники дорожного движения? Пассажиры, пешеходы, вторник. Умничка, все вспомнила. Хорошо, держи, три фишки. И последний, последний, самый последний вопрос, Дима, для тебя. Какие пешеходные переходы вы знаете? Наземные, надземные и подземные. Умничка, все вспомнила. Все, что говорила тетя Оля, очень хорошо. Ну что, ребят, все конкурсы сыграны. Давайте считать, сколько фишек сегодня заработали. Потом все суммируем за предыдущие три дня и определим победителя. И того, кто займет почетное второе место. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, это двенадцать. Мешаем друг дружке. 16, 17, 18. Так, хорошо. Тоже 18? Тоже 18? Ух, так, не молодцы. Пересчитай, пока я тут суммирую. Раз, два, три, четыре, шесть. А я уже знаю победителя. А я уже знаю победителя. Тоже 18. Молодцы. Так, Дим, оставляй фишки, потом с ними разберемся. Клади их на стол. Итак, ребята, по итогам четырех игровых дней в упорнейшей, я хочу вам сказать, борьбе. Вы такие были сильные соперники. Но все-таки, Яна, наш мужчина вырвал победу. У него 61 фишка. Поэтому ты, Дима, занимаешь у нас почетное первое место. А почетное второе место занимает Яночка с количеством фишек 52. Но я готова вручить вам подарки, собственно, которые вы заработали. Ян, это тебе подарок. Я поздравляю тебя. А этот день тебе подарок. Поздравляю. Спасибо огромное. Ребят, но хочу сказать, что главное даже не эти подарки, а то, что осталось у вас в голове. Я думаю, что о правилах дорожного движения, о безопасности вы теперь знаете намного больше. Правильно? Да. Подтверждаете эти слова? Хорошо. Тогда я желаю вам успехов в жизни, безопасности в жизни и всего хорошего. И прощаюсь с нашими телезрителями до следующей встречи. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!